От основ пилотирования до практических заданий педагоги Приволжского федерального округа осваивают беспилотные технологии. Уже с 1 сентября им предстоит обучать новой науке школьников и студентов колледжей. До начала учебного года учителя пройдут программу профессиональной подготовки. Площадкой для занятий определён Межрегиональный центр компетенций. Практический курс рассчитан на 77 часов. За две недели под кураторством специалистов авиационного колледжа преподаватели изучат ключевые направления новой специальности. Первый и самый сложный модуль посвящён пилотированию в очках FPF. First point view – это очки, специальный шлем, можно сказать, человек начинает надевать на себя и видит всё от первого лица, свой полёт. Это бывает актуально для выполнения разных типов заданий. Подготовка начинается с виртуального мира. Пилотированию на симуляторе посвящён отдельный блок программы. Аппарат позволяет изучить манёвры, выстроить траекторию движения и отработать навыки управления. На первом вводном занятии педагоги только знакомятся с азами современной науки. Самые смелые провели тестовый полёт, взяв пульт управления под свой контроль. Ну, таких сложностей больших нету. Ну, молодым ребятам это проще, кто возрастные, как я, к примеру, это, конечно, посложнее. Я думаю, коллеги не дадут мне соврать. Всё-таки основной, наверное, такой серьёзный вопрос – это программирование. То есть программирование, да, здесь углубленно нужно изучать это направление деятельности. Ну, а пилотирование, по сути, вот, когда работаешь на симуляторах, то есть это как бы одно, да, когда ты начинаешь, с сегодняшнего дня мы начинаем работать воочию. Вот, судя по тому, как у нас коллеги отрабатывают сейчас, видно, что довольно-таки это тяжеловато. Сегодня к обучению приступило 150 преподавателей. Всего же курс в Центре компетенции пройдут около четырёх сотен учителей. К началу учебного года в школах оборудуют специализированные классы для занятий. Здесь будет всё необходимое для создания, управления и изучения беспилотников. Мы прекрасно видим, насколько беспилотные технологии и беспилотные авиационные технологии, в частности, сейчас уже присутствуют в нашей повседневной жизни, да. Это и геодезия, и это сельское хозяйство, и безопасность, ну, и, само собой, армия. По наблюдению педагогов, новое направление будет востребовано среди учеников пятых-восьмых классов. Занятия организуют во внеурочное время на профильных факультативах и секциях. Освоить современные технологии и укомплектовать школы оборудованием помог федеральный проект «Беспилотные авиационные системы». Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Уллправда. ТВ.